МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Чувашию с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. На встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым речь шла о развитии электротехнической и энергетической отраслей в регионе. Богатцы – это наши молодые и креативные люди. Занимаются идеями, разработками. Разработки внедряют и производят качественный новый продукт, который востребован не только на территории Российской Федерации, но и за пределами выходим на экспорт. С каждым годом, поэтапно, пошагово. Алексей Текслер отметил, в ряде проектов Министерства энергетики страны, к примеру, в национальном проекте «Цифровая подстанция», активно участвуют и даже являются ключевыми поставщиками электротехнические предприятия Чувашии. Республика очень достойно смотрится во всех наших начинаниях, особенно, что касается современных инновационных решений. Я хочу сказать, что не каждый регион может похвастаться такой промышленностью, такой индустрией. Вы правы, у вас, собственно, вокруг ваших соседей много нефти и других полезных скопаемых, а вы за счет человеческого капитала можете решать такого рода сложные задачи. Поэтому это, конечно, здорово, и мы будем в этом смысле помогать. Развитие отрасли электроэнергетики Алексей Текслер и Михаил Игнатьев обсудили в расширенном составе. Какие задачи сейчас ставят перед производственниками и какую поддержку им окажут в правительстве? Ответы на эти вопросы в сюжете Дмитрия Ковалева. Рынок энергетики страны нуждается в перезапуске. Этот процесс уже начался, была утверждена дорожная карта, сейчас все зависит от производителей. Перспектива за фотоэлектрическими модулями. Только до конца этого года планируется ввести порядка 100 мегаватт возобновляемых источников. Мы видим, что в мире возрастает роль возобновляемой энергетики, развиваются технологии накопителей, распределенные генерации на основе возобновляемых источников, внедряются технологии умных сетей, умных городов. Все это размывает границы между производителями и потребителями электроэнергии. Сегодня для удержания своих лидирующих позиций на глобальных энергетических рынках и выхода на новые высокотехнологичные рынки необходимо трансформировать имеющийся задел в развитие традиционной энергетики в энергетику завтрашнего дня. Перспективные разработки в сфере возобновляемой энергетики первому заместителю федерального министра показали на заводе в городе Спутники. Солнечные модули, отмечает он, будут пользоваться спросом в труднодоступных территориях страны. Для новочебоксарского предприятия «Хевел» это стабильные заказы на годы вперед. Мы здесь, в Чувашии, можем наблюдать плоды той политики поддержки возобновляемых источников, когда не только объемы генерации, а в основном все мерят объемами генерации. Тут, кстати, тоже есть чем хвалиться. А в первую очередь собственной научной, технической и производственной базой. В области энергетики в ближайшие годы должны увеличиться экспортные поставки. Доля импорта на этом рынке все еще высока. Наша задача выполнять, поставленную задачу президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, это заниматься импортозамещением. У нас получается, на самом деле, и с Федеральным министерством промышленности и торговли мы эффективно-конструктивно взаимодействуем, чтобы работать уже над изменением стандартов. Значит, сейчас центр сертификации на первом этапе запустили. Это дает нашим предпринимателям, с учетом созданных благоприятных условий, комфортной среды, создавать новые предприятия. В области энергетики предприятия Республики сделали большой шаг вперед. Участие в строительстве Крымского энергомоста, объектов Олимпийского Сочи, реконструкция крупных атомных станций. Предприятия Чувашского электрокластера реализуют десятки проектов. У нас есть опыт, когда мы вместе с нашими предприятиями, входящими в группу в кластер, выезжаем в организации ФСК, Руссети, Генерирующие, Русгидро, для того, чтобы показать себя не одно, а все группы предприятий. Мы тоже буквально недавно были в Руссетях, в сентябре месяце, где обсуждали разработку концепции по цифровой подстанции, как раз в рамках национального проекта цифровой подстанции. В том числе и наш электропаратный завод сегодня проводит разработку нового типа силовых преобразователей, обеспечивающих работу интеллектуальных, энергосберегающих и физических систем. По итогам встречи в Доме правительства Минэнергостраны проанализируют проблемы, которые мешают предприятиям продвигать инновации. В рамках политики импортозамещения Министерство энергетики и наши другие ведомства заинтересованы в развитии направления импортозамещения и, безусловно, окажем поддержку республике в этой части и в ручном режиме, и в более системном режиме. Новую высоту взял и электроаппаратный завод. Предприятие и Национальный инжиниринговый центр энергетики подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились реализовывать совместные проекты. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика. Сегодня же Алексей Текслер побывал на открытии распределительного устройства «Коммунальное» в Чебоксарах. Этот инвестиционный проект специалисты МРСК «Волги» начали реализовывать еще в 2014 году. Он уже прошел пусконаладочные работы. Частаков металлических опор и энергетическое оборудование разного предназначения. Вот так выглядит открытое распределительное устройство. Оно работает под напряжение в 110 кВт и повышает надежность электроснабжения города. «Коммунальное» – объект в своем роде уникальный и построен по самым современным технологиям. Подстанция полностью готова в формате работы цифровой подстанции. То есть устройство релейной защиты автоматики, в принципе, уже от слова «релейная защита» можно отходить. Подстанция работает и управляется принципом автоматики и управления. Это полностью электроавтоматика. Подстанция очень надежная. Очень надежная с точки зрения и эксплуатации, и примененного оборудования. Еще одна особенность проекта – каждая деталь и механизм распределительного устройства отечественного производства. Мозг объекта – оперативный пункт управления. Здесь сосредоточены последние достижения предприятия электротехнического кластера республики. Эта подстанция является вот знаком того курса на импортозамещение, который в нашей стране ведется. И мы, естественно, это поддерживаем. И это здорово, что в Чувашской республике и региональные власти, и электросетевые компании поддерживают это направление. Общая стоимость строительства составила 325 миллионов рублей. И на этом работы не заканчиваются. В будущем на базе АРУ «Коммунальная» планируют построить одноименную подстанцию мощностью 80 мегавольт ампер. И уже тогда она полностью будет питать близлежащие микрорайоны. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. На несколько дней чубоксары вновь стали спортивной столицей. Теперь уже вольной борьбы. Итоги проведения престижного соревнования Кубка мира глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил с организаторами и участниками. Генеральный директор Федерации спортивной борьбы Японии Хидеаки Тамияма в прошлом сам спортсмен. Олимпийский чемпион и обладатель многих кубков и наград мировых первенств. Отметил, что часто бывает в России, но особенно теплый прием увидел именно в Чубоксарах. О хорошей организации соревнований говорили и представители испанской автономной области Галисия. К слову, испанская команда отметила как комфортные условия организации тренировок, так и размещения. Мы будем рады сотрудничать и в сфере туризма, так как он представитель президента Галисии. И мы приглашаем туристов российских к себе. И в то же время мы с удовольствием приедем к вам сюда, в Чубоксары, потому что нам город очень понравился. Перед первенством многие команды провели в республике тренировочные сборы. Комплекс всех услуг позволяет организаторам рассматривать Чубоксары как центр развития женской борьбы страны. Мы рассматриваем именно Чубашию, Чубоксары как центр развития женской борьбы в Российской Федерации. И здесь созданы все условия для этого. Прекрасные залы. Отрадно отметить, что многие команды, мировые лидеры женской борьбы, они здесь проходили сбор сейчас, буквально накануне Кубка мира. Не случайно здесь присутствуют все ведущие державы мировой борьбы. Это первое, что японцы, это неподражаемая команда. По-настоящему, как бы это не прискорбно для нас не звучало. Но и мы это, в общем-то, не без уважения говорим об этом, что это сильнейшая команда в мире, в составе которой на сегодняшний день четырехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Это, вообще-то, наследие уже, скажем так, исторической мировой борьбы. Американцы здесь присутствуют, невзирая на непростую погоду. Они приехали не в Москву, не в Санкт-Петербург. Такой знакомый, уже понятный для всех, даже с политической логистики. И приехали в Чувашию. Мы увидели этот уютный, очень светлый, по-настоящему добрый город. И очень предоспорожен к развитию физической культуры, спорта, большого спорта. «Если России впредь будет доверено проведение Кубка мира по женской борьбе, мы будем стремиться провести его в Чувашии», отметил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалеев. На совещании в Доме правительства он еще раз поблагодарил республику за высокий уровень организации и проведение соревнований. Безопасность на дорогах и проекты развития общественной инфраструктуры стали главными темами обсуждения на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Минувшие выходные метели заметно осложнили работу дорожных служб, но обошлось без серьезных происшествий. Заторов на региональных дорогах не было. На трассе М7 был ряд заторов. И через Ядрен транспортные средства опускались по региональной сети, и таким образом дорожная ситуация разрешалась. Скажем так, в этом году первая проверка была, и будем делать анализ, и будем делать, распланируем вместе с сотрудниками ГИБДД, как при более серьезных осадках будут вести себя дорожные организации. В целом за 11 месяцев ситуация на дорогах улучшилась. ДТП стало меньше на 3,6%, погибших в них почти на 14. При этом растет количество наездов на пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах. Выход – активизировать работу по реконструкции последних, с установкой светофоров, дополнительного освещения, соответствующих знаков и разметки. Кстати, об этом нередко просят и жители, если речь заходит о проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе, когда сами жители муниципальных образований определяют наиболее важные задачи и финансово участвуют в их решении. В августе этот вопрос обсуждался на Совете по местному самоуправлению. И президент России Владимир Путин отметил, неравнодушное, деятельное отношение людей – это огромная ценность и очень хороший резерв. У Чувашии уже есть положительный опыт работы в проекте инициативного бюджетирования. Например, в самом начале лета освещение появилось на одной из Чебоксарских улиц. Мы обратились по поводу освещения. Администрация, опять-таки, услышав нас, предложила нам участвовать в этой подпрограмме софинансирования, объяснив на пальцах, сколько это будет стоить и сколько с каждого дома. И мы решили принять участие. Еще активнее включились в работу в сельской местности. Из 104 предложенных проектов завершено уже 65. Итого стоимость проекта составила 89,2 миллиона рублей. Из местных бюджетов было выделено 15,2, 11,7 за счет средств населения, 5,6 за счет средств юридических лиц. Марпасадский район – единственный район, который не участвовал в этом году в этой программе. На 1 рубль жителей и организации сельских территорий вложено 4 рубля бюджетных средств. Глава Чувашии напомнил, инициативам жителей должно уделяться самое пристальное внимание. На 2018 год на реализацию подобных проектов предусмотрено 75 миллионов рублей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. За прошедшие выходные в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. А это значит, что для коммунальных служб наступила горячая пора. К непогоде дорожники оказались готовы. Основные магистрали успели обработать противогололедной смесью. В субботу на улицах работали 64 единицы техники, в воскресенье их количество увеличилось вдвое. Очистка дорог и тротуаров от снега продолжилась и сегодняшним утром. Но у коммунальщиков возникли проблемы. Во дворах очень много машин. Там, где паркуются машины, там пока невозможно было прочистить. Поэтому в течение дня все эти парковочные места надо будет прочистить. Припаркованные во дворах машины доставляют неудобства городским службам уже не первый год. Главам районов с управляющими компаниями, с ТСЖ, с председателями домовых комитетов нужно эти вопросы отрабатывать и просить автолюбителей после снегопада свои машины убирать до 5.30, до 6 утра для того, чтобы трактор смог двор очистить. Это непростая задача, но давайте мы начнем эту культуру прививать автолюбителям. Глава Чувашия Михаил Игнатьев сегодня принял участие в видеоконференции, которую провел с руководителями субъектов федерации заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» стало ключевой темой заседания. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что внедрение и реализация комплекса «Безопасный город», утвержденное правительством страны, проводится поэтапно. В соответствии с заключенным соглашением, предоставление субсидий из федерального бюджета 56 субъектов обязались завершить создание системы 112 не позднее 2017 года. 20 субъектов Российской Федерации получателей субсидий из федерального бюджета в 2017 году должны были ввести систему 112 в опытную эксплуатацию в административных центрах и завершить мероприятие по созданию системы 118 в 2018 году. Оставшиеся 9 субъектов приняли решение создавать систему 112 за счет региональных и местных бюджетов. Стоит отметить, что внедрение системы 112 началось в Чувашии в 2011 году, а в 2012 в Чебоксарах прошли успешные испытания ее опытной зоны. На сегодняшний день она эксплуатируется в тестовом режиме. В прошлом году в рамках федеральной целевой программы на ее оснащение было выделено более 19 миллионов рублей. На эти средства закуплено необходимое оборудование, проведены пусконаладочные работы. На развитие системы АПК «Безопасный город» в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 115 миллионов 700 тысяч рублей. Работу системы в Чебоксарах лично проверил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. В начале октября он побывал в республике с рабочим визитом и познакомился с работой всех служб, обеспечивающих безопасность жителей. Было отмечено, что все запланированные мероприятия проводятся согласно утвержденному плану реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город». Текущие вопросы решаются в рабочем порядке. В Чебоксарах прошла 16-я конференция Чувашского отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели итоги партийной работы за год и избрали нового регионального секретаря партии. Сегодня «Единая Россия» объединяет почти 2,5 миллиона человек по всей стране. Чувашию в этом списке представляют более 33 тысяч членов партии. Глава республики отметил их вклад в социально-экономическое развитие Чувашии. У нас ключевые показатели, они с каждым годом улучшаются. Естественный пророст населения, возросла ожидая на продолжительность жизни, растет количество многодетных семей. Главная цель работы регионального отделения остается прежней, подчеркнул депутат Госдумы Николай Малов. Это выполнение социальных обязательств перед жителями республики, улучшение качества жизни людей, развитие городской и сельской инфраструктуры. Год отработан нами неплохо. Нам есть чем гордиться, есть определенные недочеты. Я думаю, сегодня мы все это еще раз отметим. И самое главное, есть доверие нашего избирателя, вера в нашу партию, сплоченность и единство в наших рядах. Это самое главное. Есть желание и стремление работать в интересах Чувашии и Российской Федерации в целом. Тайным голосованием на альтернативной основе новым секретарем региональной партии избрали Валерия Филимонова. Также внесены изменения в состав политического совета и контрольной комиссии Чувашского отделения партии. Конференция прошла в преддверии 17-го съезда Единой России. Он состоится 23 декабря в Москве. Делегатами в столицу избраны секретари первичных отделений партии. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Престижная и очень ответственная. Так можно сказать о профессии, представители которой отметили профессиональный праздник. Все юристы, независимо от сферы деятельности, принимают в эти дни поздравления. День юриста – достаточно молодой праздник. Его начали отмечать в России с 2008 года. И дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1864 году, были приняты основные законодательные акты и судебные уставы, которые легли в основу судебной реформы. В современном мире профессия юриста становится все популярнее. Мировые судьи, судебные приставы, нотариусы, юрисконсульты служат в защите прав и свобод людей. Вы все многое делаете для того, чтобы стабильная общественно-политическая ситуация на территории Чувашской республики была. Она есть, по сути дела. И смотря на перспективы, я рассчитываю на всех вас. Главное направление – оказание юридической помощи населению. За пять лет в Чувашии более 200 тысяч людей получили бесплатные юридические консультации. На 2018 год запланирована адресная юридическая помощь жителям села. У нас в части бесплатной юридической помощи сегодня взаимодействие налажено. Это как раз основные участники адвокаты, нотариусы, общественные союз юристов внедрили, чтобы наши граждане обращались на местах у себя именно в районных центрах, в центрах соцподдержки. Потому что в основном вопросы пенсионного характера, в основном вопросы связаны с социальными блоками поддержки. Празднование Дня юриста перейдет в масштабное событие – 100-летие ЗАГСа. Столько времени прошло с тех пор, как церковь передала полномочия по регистрации детей, браков и ведения всех остальных записей органам ЗАГСа. К юбилейной дате подготовлен Всероссийский проект Единого государственного реестра, записи и актов гражданского состояния. Сейчас Чувашия на первом месте в ПФО по наименьшему количеству разводов и на восьмом в России. К тому же в Чебоксарах выросло число браков почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Для молодежи с ограниченными возможностями здоровья в Республике в этом году стартовала подпрограмма сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения». Насколько эффективно она работает, узнавала Анастасия Лангина. В июле этого года Денис Абрамов получил диплом о высшем образовании. Как и многие выпускники, он столкнулся с проблемой поиска работы. Ведь в большинстве случаев работодатели ждут людей с опытом. По совету знакомых парень решил устроиться техником в автосалон. У меня до сих пор стержевка идет, три месяца она. Постоянно что-то говорят, что надо сделать, все выполняю. Научился полировать, многое знал, как бы со своими машинами то же самое делаю и все. В одно время с Денисом сюда пришел и Саша Михайлов. Он выпускник автомобильно-дорожного института. Поэтому работа с авто не вызывает у него трудностей. Работа очень нравится. Во-первых, очень дружный коллектив. Во-вторых, это все-таки работа связана с автомобилями. Более мне по душе. Мы занимаемся подготовкой автомобилей к продаже. То есть это химчистка, полировка, мойка автомобилей. Первые месяцы с ребятами работает наставник. Как правило, это более опытный сотрудник компании. Затраты на наставничество компенсирует столичный центр занятости населения. Данные сотрудники, они зацепили свою уникальность. Они любят работать, им это интересно. И на самом деле такой работник всегда ценен. Поэтому я думаю, что у них много чего получится. Все те вещи, которые показываешь, они схватывают практически на лету. В целом органами службы занятости по Чувашской республике трудоустроено 29 человек с ограниченными возможностями здоровья. В столице участниками программы стали 4 молодых специалиста. Если раньше инвалиды приходили к нам, и после этого мы с ними начинали работать, то сейчас мы ведем реестр по городу Чебоксары и сами созваниваемся, приглашаем, анкетируем, выясняем интересы и стараемся предложить работу. А это уже ветеринарная клиника. Ветеринар Мария Батыгина осматривает кошку после операции. Девушка также устроилась сюда по программе наставничества. В центре занятости населения они мне позвонили, предложили вакансию. То есть то, что в ветеринарной клинике 4 лапы есть вакансия ветеринарного врача. И я уже через них трудоустроилась сюда. Мне нравится наблюдать сам процесс выздоровления животных. То есть понимать, что ты помогаешь им выздороветь. Работы здесь немало. Сотрудники ветлечебницы приютили с улицы бездомных животных – кошек и двух собак. Всем нужно уделять внимание и заботу. Работу Марии коллеги оценивают положительно. Успехов полно. Молодец. Операция делает сама. В принципе, вообще много чего может. Даже доверить клинику спокойно оставить ей без проблем можно. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Рассиль Мухаммедов, Республика. Завтра в России отмечается День добровольца. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин в конце ноября. Сегодня в Москве начал работу Всероссийский форум добровольцев. В нем участвуют 18 представителей из Чуаши. Сегодня на съезде волонтеры обсуждали свои проекты, изучали образовательные программы. Состоялось награждение лучших волонтеров. О Всероссийском форуме по телефону нам рассказала Юлия Егорова, руководитель центра Чебоксар. Завтра День национальной добровольца, который был буквально недавно объявлен Владимиром Владимировичем Путиным. У нас состоится международная акция «Я тоже доброволец». В течение дня все ребята, которые приехали на форум, посетят медицинские организации, посетят детские дома, устроят творческие вечера для школьников, а также будут работать волонтерами в различных музеях города Москвы. В Чебоксарах определился победитель Кубка мира по женской вольной борьбе. Финальные поединки прошли в эти выходные. За перипетиями схваток наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сражаться за бронзу на этом ковре могли и россиянки. Но до выхода финальную часть не хватило считанных очков. По итогам турнира наши вольницы на пятом месте. В борьбу за призовой фонд вступили первыми американки и монголки. В американской сборной немало титулованных файтеров. Бороться за награды в Чебоксары приехала и двукратная чемпионка мира Аделин Грей. Свои козыри и у монголок. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Саранзамбалдын Бацитцек завоевала 8 очков и обеспечила команде победу. Против восточного напора приемов не нашлось. Американки отправились домой с пустыми руками. Монгольская команда – бронзовый призер. В борьбе за Кубок мира каждый балл на вес золота. Исход стартовой схватки помогает решить система повторов. Китайскую спортсменку лишают очков. Вперед вырываются японки. Для 18-летней вольницы Юи Сусаки эта победа принципиальна. Именно в Чебоксарах она подтвердила статус лидера национальной команды. Это был напряженный поединок. В этот раз была настоящая борьба с сильнейшими соперницами. Я рада победе. В свой актив японская команда оформила и вторую победу. Эмоции бьют через край не только на трибунах, но и в тренерской зоне. Крепкими орешками оказались и китаянки. Им удалось сравнять счет, а в решающем поединке Киан-Джоу уложила свою соперницу на лопатки. Исход финала при счете 4-4 решили технические баллы. Кубок мира завоевали японские файтеры. Трофей чемпионом вручил глава региона. Обладателем Кубка мира по женской борьбе Япония становится в 9-й раз. Чемпионки признаются, что за время, проведенное в республике, они успели обзавестись друзьями и влюбиться в чувашские песни. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Продолжение следует...